Давайте разберемся, как зайти на онлайн-урок и работать в программе Zoom. Чтобы зайти на урок, нам нужно получить специальную ссылку от учителя. Эту ссылку учитель может прислать, например, в онлайн-дневник или на сайте класса выложить. Может быть, пришлет в Вайбере или выложит в вашей группе ВКонтакте, если она есть. Этот вопрос нужно уточнить у учителя. У меня ссылка расположена в группе ВКонтакте, я нажимаю на нее. Обратите внимание, уроки проводятся строго по расписанию, как в школе. Время учитель для вас укажет. Зайдите на урок за пару минут до его начала. Мы нажали на ссылку. Сейчас загрузится специально заранее вскачанная программа. Мы можем нажать «Подключиться без видео». Войти с использованием звука компьютера. Пока без компьютера. Я развернула на весь экран. И я вижу, кто из моих одноклассников уже на уроке. Я вижу учителя. Это фактор роста. Я вижу одноклассника. Пока один. И я вижу себя. Когда участников будет больше, они здесь все будут отображены. Я могу нажать на кнопку внизу «Участники». И я увижу список всех участников. Увижу, у кого включен звук, у кого выключен. И то же самое с видео. Свои звук и видео я могу включать и выключать. Звук для меня, как ученика, может выключить учитель. Соблюдайте правила на уроке. Не выкрикивайте и не мешайте. Отвечайте тогда, когда учитель дает вам слово. Если вы хотите что-то сказать и дать учителю знак, что вы готовы ответить, нажмите на кнопочку справа «Поднять руку». Нажмем. Рядом с вашим именем появилась синяя кнопочка «Поднятая рука». Учитель увидит ее и или даст вам слово, или спросит позже. Вы можете опустить руку. Возможно, учитель будет писать вам что-то в чат. Кнопка чата находится внизу. Вы тоже можете писать сообщения в этот чат. Ребята, на уроке все сообщения только по делу, только по теме урока. Скорее всего, учитель на уроке будет демонстрировать презентацию или что-то писать на специальной онлайн-доске. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Онлайн-доска будет выглядеть либо как вертикальный лист А4, либо как горизонтальный. В зависимости от того, с какого устройства зашел учитель. Учитель сможет для вас писать, сможет строить схемы, спрашивать вас, а вы будете отвечать. Если программа вдруг свернулась, вам неудобно с ней работать, нажмите на значок «Развернуть». Снова программа будет во весь монитор компьютера. Это удобнее. Когда урок закончился, вы можете самостоятельно выйти из него, нажав «Выйти из конференции». Если урок закончил учитель, а вы еще из нее не вышли, автоматически программа у вас закроется. И в следующий раз вы зайдете сюда, на следующий урок, по другой ссылке, указанной учителем время. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Учитель завершает урок. И у вас появляется уведомление о том, что урок закончен. Следующую ссылку вы получите так, как укажет учитель. Не опаздывайте на урок и соблюдайте правила поведения на уроке. Удачи вам и всего хорошего!